Здравствуйте! В эфире программа «В центре событий» в студии Дарьи Давыдова. Смотрите в этом выпуске. 18 колонн и больше 40 тысяч человек. Сургут отметил день всех трудящихся праздничной демонстрации. Это лето будет горячим. МЧС Югры готовится к пожароопасному сезону. И отомстили за еврохоккей. Сборная Сургута в первой международной встрече победила сборную из Финляндии. Более 40 тысяч человек вышли в этом году на улицы Сургута в составе колонн демонстрации. На параде присутствовали работники всех сфер. Администрации, депутатского корпуса, медицины, образования, строительства, профсоюзные деятели, предприниматели и общественники. Приветствовали демонстрантов глава Сургута Дмитрий Попов и губернатор Югры Наталья Комарова. Возглавили колонну машины, отправляющиеся в автопробег до Севастополя. Сургутяне примут участие в Крымском параде Великой Победы и поддержат ветеранов. В гуще событий побывала Екатерина Любешева. Итак, остаются считанные секунды до старта колонны из Сургута в Севастополе. Со мной рядом замечательный человек Виктор Николаевич Рябчиков, который тоже отправляется в эту поездку. Виктор Николаевич, расскажите, пожалуйста, о ваших ощущениях, впечатлениях. Ну, вы знаете, просто мечтал быть 9 мая в Севастополе, потому что с 97 года Журавушка работает в Севастополе. Несколько раз мы были на этом празднике. Это действительно вот нечто, это надо увидеть. А нынче, вот в связи с тем, что произошло, Крым стал российским. Плюс 70 лет освобождения Севастополя. Севастополь был освобожден 9 мая. Вы знаете, ну, это надо там находиться, чтобы это прочувствовать. И, ну, наверное, я счастливый человек, и Бог моей мечты услышал. Я рад. Наш автопробег посвящен, безусловно, 70-летию освобождения города-героя в целом Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Цель нашего автопробега – это оказание материальной и моральной помощи участникам Великой Отечественной войны. Мы везем и подарки, и моральную помощь, и везем и помощь от наших школьников, школьникам Севастополя, книги, их письма. То есть достаточно большой такой комплект. Мы проедем, возложим цветы в памятнику родине матери в Волгограде, побываем в городе-герое Керчи, там тоже встречаемся с ветеранами и со школьниками. И конечная точка – это Севастополь. Организатор автоколонны в лице Андрея Булатова обещает привезти из поездки очень красивый фильм. А вместе с тем первые 100 метров с ним проезжают его внуки. Ребята, расскажите, куда едет ваш дедушка? В Крым. А зачем он туда едет? На парад. На парад. Сегодня президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в Крымре вручит самую высокую трудовую награду Российской Федерации, звезду героя труда Российской Федерации, нашему земляку, сургутянину Ивану Айдулину, мастеру из Сургут-Нефтегаза. 40 лет его трудовой жизни связано с тыком, с сургутом и таких сургутян, земляхов у нас большинство. И так иду ни много ни мало в депутатской колонии, хотя вот уважаемые народные избранники у нас скромничают. Виктор Николаевич, а вот вы помните ваш первый парад? Первый парад? Конечно, помню. Это был, если не ошибаюсь, 2001 год. И я работал в управлении координации внешних и общественных связей. И вот буквально, что называется, организовывал его. Я помню, с каким энтузиазмом и профсоюзные лидеры, и профсоюзные организации восприняли. И на самом деле, когда несколько десятков тысяч людей собирается в одном месте, для того, чтобы, знаете, просто почувствовать друг друга, увидеть друг друга. Мне кажется, что это очень важно. А правда говорят, что на некоторых парадах надевают платья, шорты, юбки. Вы вот верите в это, что может такое быть? Платья, шорты, юбки. Ну, есть некоторые парады. Например, наш парад, который посвящен Дню Молодежи. У нас, например, несколько десятков невест одевают свои платья, вспоминают, достают из-за кромов, да, и проходят буквально по этой же самой дороге. Ну, Сургутский Первомай вот не позволяет так одеваться. Сургутский Первомай, ну, вот не сегодня, не сегодня. Поэтому обычно это какая-то утепленная такая одежда. Я так понимаю, что люди греются не только снаружи, но и где-то изнутри. Но это тоже часть процесса, поэтому мне кажется, что очень здорово. Самое главное, чтобы люди были в безопасности, чтобы чувствовали себя хорошо, потому что все-таки вот этот... Хорошим настроением греется. И этот паров он дорогого стоит. Поэтому дай бог, чтобы так оно и было. На право пойдешь, счастье найдешь, на лево пойдешь, веселье обретешь, прямо пойдешь, радость найдешь. Колонна расходится во все три стороны, чтобы продолжить праздник уже в своих более теплых компаниях. А для вас в день весны и труда работали Екатерина Любешева, Гамзат Магомедов. Сургут, Интерновости. Солидарность с жителями Крыма и Севастополя можно высказывать не только на первомайской демонстрации. В Сургуте проходит акция по сбору литературы для библиотек новых российских территорий. С просьбой о помощи к югорским единороссам обратились коллеги из Севастополя. Насколько охотно сургутяне передают в Даркниге, расскажет Марина Буторина. У здания общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» многолюдно. Члены партии, ее сторонники, молодогвардейцы и просто неравнодушные сургутяне приходят, чтобы передать книги для библиотечных фондов Севастополя. Депутат Тюменской областной думы Виктор Буртный принес литературу по психологии. Это Эрик Берн. Игры, в которые играют люди, люди, которые играют в игры. Мне кажется, что сейчас для Крыма это очень актуальная история, потому что слишком много игр произошло с нами за это время. Мне кажется, что это будет хорошо. Также Виктор Буртный считает необходимым передать жителям Севастополя уникальные книги об истории Сургута, Югры и Тюменской области. Вот это уникальное коллекционное издание «Альманаха Таборской всей Сибири». Здесь написано о Югре. Здесь потрясающая литография. Видите, она еще запечатана, поэтому, наверное, очень важно оставить, чтобы это была возможность распаковать эту книгу, может быть, у какого-нибудь ребенка, может быть, у какого-то педагога, который хотел бы побольше узнать о истории нашего края. Акция по сбору литературы, которую объявили югорские единороссы, стартовала в Сургуте неделю назад. За это время сургутяне передали в дар жителям Севастополя более одной тысячи книг. Школьные учебники, полные собрания сочинений русских классиков, сказки и книги современных писателей. Возраст участников акции от 7 до 80 лет. Женщина одна из 32 микрорайона, она приходила уже трижды и сказала, что можно, я буду еще приносить, конечно. И сейчас, когда нам звонят пожилые люди, ветеран, труженик тыла позвонил. У него полный балкон, как он сказал, книг, но подвезти он их не может, потому что он инвалид. Мы сейчас молодогвардейцев направим, и они у нас будут эти книги собирать, ездить по домам. Жители Сургута готовы протянуть руку помощи Крыму, ведь нас связывает очень многое. У меня там тоже память осталась. Дядя там погиб во время войны, большой там памятник был. Ездила я туда смотрела, так что мы все солидарны с Крымом. Очень важно, что сургутяне откликнулись на призыв единороссов. Ведь акция направлена не столько на пополнение библиотечных фондов, сколько на поддержку новоявленных россиян. Жители Крыма и Севастополя должны в полной мере ощущать нашу заботу и внимание. Хочется выразить слова огромной благодарности всем жителям города Сургута, которые остались неравнодушны к нашей просьбе, к нашей акции. И благодарим их за это. Наша акция продолжается. Акция продлится до 1 июня. Марина Буторина, Анна Серикова, Сергей Коликов. Сургут. Интерновости. Лето 2014. Спокойным не будет. Риск возникновения пожаров очень высок. Об этом рассказал начальник МЧС Югры. Александр Тертока сообщил, что сегодня в целом на борьбу с возгоранием в лесном массиве готовы выйти 13 тысяч человек. Привлекают и дополнительные резервы. План по тушению пожаров уже сформирован. Документ утвержден Рослесхозом и губернатором Югры Натальей Комаровой. В прошлом году произошло порядка 630 пожаров на территории округа. И площадь, охваченная огнем, составляла более 50 тысяч гектаров. На территории в 536 тысяч квадратных километров своевременное реагирование обеспечить очень сложно. Тем не менее, уже сейчас заключены договора авиабазы и охраны лесов на привлечение 33 воздушных судов. Пока же у спасательной службы округа во главе угла противопаводковые мероприятия. Сегодня в Югре построены 15 дампы гидротехнических сооружений, которые призваны обезопасить места, подверженные подтоплению. Сейчас на границе региона льда на реках практически нет. Специалисты МЧС ведут разъяснительную работу с жителями, которых может зацепить половодие. Для их эвакуации сформированы 48 пунктов временного размещения населения. Однако затопить населенные пункты Югры все же не должно. По прогнозу, по сценарию наиболее неблагоприятному, в зоне подтопления могут оказаться 26 населенных пунктов. Самый неблагоприятный период, это у нас, как вы помните, наверное, 2007 год, когда уровень воды был достаточно высоким, и населенные пункты Ханты-Мансийского района, Нижневартовского, Нижнеюганского, частично Октябрьского были подтоплены. В городском культурном центре прошел конкурс ведущих. Сейчас в Сургуте прослеживается дефицит конферансье. Именно поэтому данное мероприятие стало неким отбором в профессию. Тему продолжит Дмитрий Подлесной. Порядка 30 человек заявились на участие во втором городском конкурсе ведущих. По итогам первого этапа отобрали самых достойных. Финалисты еще не профессионалы, но заинтересованные в этом ремесле люди. Я думаю, надо быть уверенным в том, что ты сделаешь, и делать классно, что ты умеешь. Работа с публикой. Ты ощущаешь эту энергетику, которая у тебя отвязала, и вот этот контакт с залом, с людьми. Это очень такое непередваиваемое ощущение. Организаторы отмечают, что конкурс в первую очередь направлен на пропаганду профессии. Настоящих ведущих в Сургуте крайне мало. Необходимо искать и воспитывать новых. Проводится он с целью раскрытия и поддержания творческой молодежи города, обновления банка ведущих города, потому что налицо нехватка свежих лиц. И, конечно, это поиск каких-то новых форматов проведения работы с массовой аудиторией. Одного желания мало отмечают члены жюри. Ведущий должен быть настоящим лидером. Для того, чтобы заинтересовать публику необходимы незаурядные способности. Если молодой и талантливый человек берет на себя обязательство выступать на сцене, выступать перед зрителем, сургутским зрителем, либо более масштабным, он всегда должен обладать и харизмой, и каким-то творческим потенциалом внутренним, ярким огнем. Помимо того, что он должен обладать, конечно, и выстроенной интонацией, и тембром, голосовым соответствующим, и даже манерой поведения. Как признались члены жюри, победа в конкурсе не самая главная для участников. Молодые люди, показавшие достаточный потенциал, получат приглашение на работу. Дмитрий Подлесной, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. В Ханты-Мансийске состоялся первый открытый городской конкурс электронных СМИ под названием «Отечество». Организаторы клуб журналистов «Честное слово». В номинации «Югра православная победу» одержала автор и ведущая программы «Благовест». На телеканале «Сургут Интерновости» Анна Максимова. Еще одна телеведущая канала «Син» Юлия Давыдова стала победительницей в номинации «Патриот». Лучшие признали ее программу «Сургут. Лето. Настроение». Всех удивило то, что наша программа выходит уже более двух с половиной лет. И что она выходит с благословения епископа Павла и с благословения нашего президента Сергея Михайловича Катаева, ныне покойного. И так было символично, что мы вспомнили о нем в день Радонец, день поминовения усопших. И вы знаете, было настолько приятно, что встали все в зрительном зале и почтили его память стоя. Сборная России по хоккею проиграла сборной Финляндии в рамках вынесенного матча Еврохоккей Тура. В Хельсинки первую шайбу в ворота россиян забросил Лео Комаров. В это время его отец играл в Сургуте, также против российской команды в составе сборной из Финляндии. В первой половине стартового периода команды присматривались друг к другу. Первыми шайбу забросили финны. Это произошло на 10-й минуте, отличился Томми Пярсинин. Однако через 20 секунд статус-кво был восстановлен. К шайбу забил Иван Бондаренко. Стартовый период наша команда смогла закончить достойно. Второй шайбой в сетку ворот финского голкипера положил Геннадий Тухбатуллин. Настрой на всю игру был хороший. Были ошибки в обороне. И, к сожалению, привели, что неудачно сыграли в своей зоне. Нас наказали за наши ошибки, можно так сказать. Оказался богат на голы второй период игры. В воротах соперников побывало 7 шайб. Причем россиянам приходилось отыгрываться за счета 2-4. Финны ловили нашу команду на контратаках и частенько убегали к воротам 1 на 1. В итоге 5-5 перед заключительным периодом. Болельщикам такая игра была явно по душе. Игра мне очень понравилась. Хорошо пасуют, играют, забивают. Ну, в общем, сказать, красиво все сыграли. Финна очень молодцы они. Играют хорошо, и все хорошо они получат. Наши нажимаются, и, конечно, держатся. По ходу третьего периода хоккеисты вновь решили пощекотать нервы болельщикам. В середине игрового отрезка финны выигрывали со счетом 8-5. Догонять было просто необходимо. В первой же игре перед своими зрителями проигрывать было нельзя. В третий период я вообще не знаю, что произошло с командой. Проигрывали 5-8. Причем мы оценимся, не хваляя то, что у нас есть дух. И мы не могли в этот праздничный день испортить праздник болельщикам. Константин Коробов, Михаил Доценко и Геннадий Тухбатуллин смогли сравнять счет за две минуты до конца третьего периода. Вопрос о победителе решался в послематчевой серии булитов. Два точных броска Дмитрия Кабанова, четыре сэва голкипера нашей команды Александра Деткова принесли россиянам непростую победу 9-8. Что мы хотели, мы получили. Остроатакующий, интересный хоккей, который, я думаю, понравился болельщикам многочисленным. Конечно, трудно играть в меньшинстве все время, потому что болельщики это еще один игрок на поле. И я считаю, что это была очень хорошая помощь для вашей команды. Еще один матч состоится 2 мая. Финны будут стараться взять реванш за поражение в первой игре. Дмитрий Курковец, Дмитрий Подлесной, Вячеслав Шартунов, Сургут Интерновости. И последняя информация выпуска. Премиум-класс стал ближе. В Сургуте состоялось торжественное открытие дилерского центра Инфинити. Здание расположилось по адресу Ленина, 76. Для продажи автомобилей в городе дистрибьютор Инфинити выбрал компанию «Эскамоторс Премиум». На сегодня в городе-районе владеют Инфинити порядка 700 автолюбителей. Среди них много девушек. Линейка авто представлена пятью моделями. Проблем с сервисом в Сургуте, утверждают представители, нет. И гордятся своим высококвалифицированным персоналом. В группе компании «Эскамоторс» собран коллектив, который настроен на премиум-бренд и на качество обслуживания автомобилей Инфинити. Мы надеемся, что мы наших горожан, сургутян, не подведем своим отношением и качеством обслуживания. Современный полуспортивный дизайн для молодых и дерзких лидеров. Коллектив дилерского центра рад предложить у горчанам динамичный, мощный и креативный автомобиль. Удивительное качество при вождении, удивительные свойства езды. Я испытываю это на себе, когда ты едешь со скоростью, не замечая этой скорости 220-230 км, ощущение, что ты едешь 120-140 км. Это удержание дороги, комфорта, виража. Стартовая стоимость автомобиля Инфинити – 1,7 млн и до 3,5 млн. Есть и эксклюзив за 4-5 млн. Комфорт и качество Инфинити уже оценил и известный столичный телеведущий Юрий Кармушин, который тоже присутствовал на открытии салона. Марка Инфинити – это марка для творческих людей. Для тех, которые любят не только какие-то качества машины, как мощность двигателя, управляемость, комфорт салона, но и нестандартные решения. Мне кажется, что Инфинити сочетает в себе и дизайн, и действительно лучшие потребительские качества этой машины. Выделить какую-то определенную модель в линейке невозможно. Каждая является флагманом. Компания постоянно проводит рестайлинг моделей. При заказе автомобиля из Москвы срок ожидания составит всего две недели. А скоро появится самая ожидаемая модель года – У-50. Первая из новой линейки будет в дилерском центре Сургута буквально через месяц. Екатерина Любешева, Гамзат Магомедов, Сургут, Интерновости. На этом у нас все. Спасибо за внимание. Хороших вам выходных. Доктор Бужинаев обучался медицине с пятилетнего возраста. Сегодня высококлассный специалист проводит точное диагностирование и безоперационное лечение межпозвонковых грыж. Семь лет работы Александра Бужинаева в Сургуте показали. Все пациенты прошли курс лечения исключительно с положительными результатами. Телефон центра 90 11 88. С 16 мая на площади ТРЦ Аура развернет свой шатер большой московский цирк Шапито Арена Ягуар. Срочно подать объявление? Легко! Просто позвоните 22 22 44. Газета бесплатных объявлений «Ярмарка» 22 22 44. В связи с закрытием салона обуви Тарвалини весь май скидки 50% на все. Торгово-развлекательный центр «Союз», второй этаж, салон обуви Тарвалини. Мечтаете об итальянском палацце или испанском замке? Оригинальное решение дизайна ваших апартаментов – керамическая плитка. Настоящий шедевр. Новейшие коллекции в галерее керамики. Галерея керамики. Искусство жить красиво. Знакомьтесь, Евгений Георгиевич, главный инженер. Именно он лично отвечает за то, чтобы у вас дома отлично работал интернет и ТВ. Метросеть. С нами легко. Современные, стильные, надежные, на любой вкус. Входные и межкомнатные двери. Цены разумные, условия интересные. Сервис гарантированный. Салон дверей на магистральной. Открытый для всех, доступный каждому. В связи с закрытием отдела меха и кожи, в универмаге «Сургут» радостные скидки. На мужские и женские пуховики – 50%. На норковые шубы – от 30 до 50. А на шубки из меха, бобра и мутона – заполцены. Универмаг «Сургут». Улица Рыбников, 16. Телефон 25 06 05. Здравствуйте. Информация о погоде на 2 мая. В студии Елена Оливанова. Генеральный спонсор прогноза погоды – компания «Жалюзи». Компания «Жалюзи». Жалюзи всех типов. Шлагбаумы, защитные рольставни, ворота. Компания «Жалюзи». Улица Гагарина, 8. Телефон 245 00. Улица Лермонтова, 11, дробь 5. Офис 203. Телефон 36 14 47. Компания «Жалюзи» перешла на летний график работы и приглашает своих клиентов и в воскресенье с 10 до 16 часов по адресу улица Гагарина, 8, телефон 245 00. В Приупе начнет прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемый ливневыми дождями, порывистым ветром и понижением температурного режима. Сегодня днем в Сургуте и окрестностях облачность с прояснениями. Продковременные дожди. Ветер северный 4,9 метра в секунду. Порывистая. Температура воздуха плюс 11, плюс 14 градусов. Новая коллекция «Весна-лето-2014» для мужчин и дам. В сети салонов обуви «Саламандр». «Саламандр». Качественная обувь по доступным ценам. Спонсор прогноза погоды. Сеть салонов обуви «Саламандр». В течение дня солнечная активность и геомагнитное поле спокойны. Атмосферное давление будет падать и составить 753 миллиметра ртутного столба. Шкафы-купе, гардеробные, кухни детские. Экологически чистые материалы и новейшие технологии. Модные расцветки и фактуры. Десятилетний опыт собственного производства. И, пожалуй, самые выгодные условия покупки. Фабрика комфорта представляет цвет недели на сегодня. Лимба светлый. На ассортимент в этой гамме скидка 50%. Каждый мини-байкер найдет своего верного спутника. Велосипед по игрушечной цене 2999 рублей. Сеть магазинов «Карапуз». Все лучшее детям. Активные товары для активных малышей. Бассейны, горки, велосипеды, самокаты, электромобили. Огромный выбор в сети магазинов «Карапуз». Активный отдых, спорт и дачи «Карапуз» решит задачу. Я желаю вам только хороших новостей. До встречи в новых выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok